Начинать выращивание дыни, конечно, нужно с правильного выбора сорта. В России районировано более 20 сортов дыни, в том числе большая часть для открытого грунта. Группе раннеспелых сортов, способных обеспечить созревание плодов после полных сходов уже через 2-2,5 месяца, можно отнести алтайскую, голянку, иллийскую, криничанку, наталину и отраду. Между раннеспелыми и среднеспелыми сортами четкой границы нет, но у последних большую часть урожая убирают не ранее, чем через 72-80 дней после полных сходов. К среднеспелым сортам относят осоль, золотистую, инею, казачку, колхозницу, ливадию, луну, мечту, оригинальную, риму-69, южанку и янтарну. Большинство перечисленных выше европейских сортов формируют некрупные плоды от полкилограмма до двух с половиной. Лишь у сортов мечта и самарская они достигают 3,5-4 и более килограмм. Предназначено большинство сортов для выращивания в серо-кавказском и нижневолжском регионах. Лишь немногие – алтайская, колхозница, лимонно-желтая и самарская – рекомендованы для выращивания еще и в западно-сибирском и восточно-сибирском, центрально-черноземном, средневолжском, дальневосточном и уральском регионах. Используются все сорта в свежем виде, а лимонно-желтая – еще и для вяления. Хранятся европейские дыни непродолжительное время, и все-таки часть из них пригодна для кратковременного хранения и транспортировки, такие как колхозница, казачка, левадия, янтарная. В этом отношении, да и по сахаристости, они существенно уступают большинству среднеазиатских сортов, продукция которых выращена именно там. Европейские дыни – все же великолепная десертная продукция с диетическими свойствами и целебными качествами. Именно поэтому расширять ассортимент потребляемых овощей за счет дыни очень важно. А теперь, собственно, сорта. Алтайская скороспелый сорт. Масса плода 0,8-1,5 и более килограмм. Сорт пригоден для выращивания в пленочных теплицах, рекомендован для Уральского, Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского регионов. Ассоль. Среднеспелый, среднеплетистый. Плоды овально-округлые, сегментированные. Отличные вкусовые качества, сравнительно устойчив к аскохитозу. Аскохитоза рекомендуется для пленочных теплиц в весенне-летнем обороте во всех регионах. Блонди. Среднеранний гибрид для весенних пленочных теплиц. Устойчив к фузыриозу, толерантен к мучнистой росе. Урожайность в пленочных необогреваемых теплицах 6-8 килограмм. Галилей. Ранний гибрид. Плод округлый, слабо сегментированный. Около полутора килограммов веса. Мякоть тающая. Гибрид устойчив к мучнистой росеи фузыриозному увяданию. Урожайность в пленочных необогреваемых теплицах 8-10 килограмм на метр квадратный. Дыня голянка. Роднеспелый сорт с растениями средней мощности. Масса плодов 0,7-1,1 килограмм. Мякоть белая, устойчив к засухе. Рекомендуется для северо-кавказского и нижневолжского регионов. Золотистая. Среднеспелый сорт с периодом от полных сходов до первого сбора 71-84 дня. Масса плодов 1-2 килограммов. Мякоть белая, волокнистая. Сорт слабо поражается мучнистой росой. Рекомендуется для северо-кавказского и нижневолжского регионов. Ильиская. Сорт раннеспелый с периодом от полных сходов до первого сбора 65-73 дня. Масса 0,8-1,7 килограмма. Рекомендуется для северо-кавказского и нижневолжского регионов. Инея. Сорт средний-поздний с растениями средней мощности. Масса плодов 1,2-2,6 килограммов. Мякоть белая, очень сладкая. Рекомендуется для нижневолжского регионов. Колхозница. Среднеспелый сорт с периодом от полных сходов до первого сбора 77-95 дней. Масса плодов 0,5-0,7 килограммов. Мякоть белая. Рекомендуется для центрально-черноземного, северо-кавказского, средневолжского, нижневолжского, уральского, западно-сибирского, восточно-сибирского и дальневосточного регионов. Лимонно-желтый аэрониспелый сорт, устойчивый к неблагоприятным условиям выращивания. Рекомендуется для центрально-черноземного, средневолжского регионов. Масса плодов 1-2 килограмма. Наталья на средний, ранний, среднеплетистый сорт. Собираем на 61-78 день. Масса плодов 1,5 килограмма. Средневосприимчивость к мученистой росе. Слабок спероноспорозу, извиняюсь, бактериальной пятнистости. Рекомендуется для нижневолжского региона. Спасибо за просмотр, лайк и подписку.